приветствую вас на нашем канале сквот и пилим обзорчики с похода на наше оборудование ну естественно это оборудование мы описываем для того чтобы вы смогли понять примерно как оно выглядит для чего она и купить у нас в нашем интернет-магазине в новом магазине называется veraoutdoor.ru сегодня расскажу про палатку хотел рассказать на первой нашей стоянке сейчас мы встали на вторую чуть пораньше сейчас вот четыре часа но решили не упираться как вчера долго идти но и к тому же вчера пришли еще соседи с утра одни спали вторые собирались параллельно в общем-то не хотели никому мешать поэтому обзорчик пилю второй день и так палатка называется meteor light 22 это имеется ввиду двухместная meteor light облегченная есть еще просто meteor бренд sierra design то есть это легкая палатка ну достаточно легкая на не самая легкая в мире весит она в сборе 1630 грамм ну и плюс например еще я купил к ней дно дополнительное чтобы меньше портить так скажем палатку потому что в облегченной версии материал дна потоньше чем в не облегченной значит чем отличается облегченная от не облегченный сразу расскажу значит обычная палатка плотность ткани кругом 68 дынье то есть это и внешний тент и дно 68 дынье у облегченной палатки дно 30 дынье а тент 20 дынье то есть достаточно маленький достаточно низкий но как низкий меньше плотности меньше прочность зато легче вес также еще легче вес достигается за счет алюминиевых дуг то здесь они такие так скажем более тонкие чем на обычной палатке а по цене они отличаются таким образом облегченная версия meteor light 2 стоит 48 тысяч 600 рублей не облегченная стоит 29 600 то есть разница в цене в 9 с лишним тысяч рублей нет в 19 с лишним тысяч рублей а разница в весе 410 граммов что в общем то немало для людей которые как скажем максимально хотят облегчить свое оборудование и тащить с собой максимально легкий вес то есть вы сэкономите например там 410 граммов на палатке 410 граммов допустим на спальных мешках еще на чем-то по какому-то количеству граммов и все это вместе конечно будет легче весить в общем да в общем в вашем одном рюкзаке в общем палатка реально очень легкая еще в чем прикол она самостоящая то есть вот она да ей не нужны никакие колышки чтобы она стояла просто эта палатка ставится на дуги дуги имеют хаб то есть это хабовая система хаб это какое-то место где сходятся дуги они на резиночке то есть когда складываешь это все получается в одну такую пачку вот он этот хаб то что называется хабом подвешивается палатка за крючки то есть вы втыкаете по углам дуги и вот так вот крепится это коньковая дуга кстати забыл сказать стоимость футпринта еще порядка трех тысяч рублей то есть разница чуть-чуть цена будет еще чуть увеличена футпринты не обязательно использовать если вы используете не облегченную версию палатки обычную там достаточно плотная ткань дна но собственно в я бы рекомендовал у вас любой использовать палаткой потому что защищает от грязи от влаги от ветра опять же создает дополнительный слой да вот так как в одежде да это же самое дополнительный слой и защищает дает чуть-чуть тепла и есть еще коньковая дуга которая делает стенки так скажем боковые более вертикальные и за счет этого в палатке создается больше свободного места в общем-то я решил именно легкую взять потому что потому что легкую легче нести хотя конечно стоит она немало но выбор за вами да вы сами выбираете в себе оборудование вы можете найти отечественные палатки которые будут может быть даже облегченные может быть не облегченные за конечно меньшие деньги если вам позволяет ваши финансы вы можете купить так скажем вид про звук продукцию ведущих брендов которые ну наверняка будет иметь хорошее качество на алиэкспресс и есть так скажем копии до копии многих палаток в общем то наверное тоже они вполне рабочие варианты у палатки два входа слева и справа то есть два человека независимо друг от друга будут выходить я начну натяну тент покажу как это выглядит с тентом два тамбура опять же то есть тамбур достаточно большие то есть на двоих идут с двумя рюкзаками в двух тамбур располагают свои рюкзаки все очень компактно так скажем вокруг палатки накидывать стенд так чтобы входы тамбуров были сбоку по бокам ты там же где входы устанавливается она тоже здесь есть такая петля которая накидывается на эту танковую дугу ну и собственно колышки здесь нужны только чтобы растянуть тамбуры то есть в общем то не для чего другого хотя если дождливая погода то надо сделать конечно же полностью натянуть здесь куча всяких оттяжек с разных сторон есть дополнительные петли то есть общем то полностью можно растянуть когда дождик чтобы он не намочил палатку есть вентиляция и так вот она выглядит с такой жесткой палочкой в общем то палатка вентилируется отлично сегодня попробуем ночевать с закрытым тентом полностью и посмотрим будет ли конденсат завтра с утра палатка мне нравится на данный момент сверху нее сетка то есть это полностью сетка сетчатая палатка у нее буквально может быть сантиметров 10 вот это дно это американский бренд сер дизайн американский бренд и естественно они рассчитывают на какие-то свои американские погоды поэтому у нас в россии не все так скажем долюбливают вот эту вот сетку сверху ну во первых чтобы во первых она хорошо продувается да то есть если какой-то холодный ветер будет задувать а палатка это не как это сказать не рассчитано на холодное время то есть у нее тент не доходит до прям низа до земли то есть какая-то вентиляции создается поэтому если вдруг ветер будет холодным то внутри может быть холодно но вот для похода по турции это прекрасный вариант потому что она собственно погода в турции постоянно жарко ну и плюс еще я думаю если даже будет какая-то холодная похода холодный ветер ну конце концов можно взять спальники потеплее можно одеть какой-то термобелье то есть в общем то минус этой сетки можно какими-то другими вещами ликвидировать а зато хорошую ясную погоду вы просто открываете тент можно вообще не ставить или накинуть только до половины и смотреть на звездное небо но с этой штукой вот я уже говорил в видео с этой штукой опасно шутить потому что например с утра температура но ночная температура и дневная очень разная то есть вечерние до достаточно жарко ночью ну не то чтобы холодно но сильно прохладно большая разница температуры из-за этого конденсат и вот мы столкнулись уже утром что не мы не закрыли половину палатки у нас спальники внутри были в конденсате все-таки лучше использовать сверху тент накрывать полностью тогда конденсат соответственно будет на нем а внутри будет все хорошо ну вот собственно палатка установлена полностью вот так вот называется бренд сиро дизайн с 1965 года существует этот бренд в америке два с двух сторон два таких пространство под рюкзаки под обувь можно откинуть тент полностью натянуть он будет еще побольше объема ну вот как и говорил не доходит тент до конца земле да то есть достаточно еще много места для вентиляции внутри то есть поэтому палатка конечно на зимний период вообще не подойдет на летний подойдет отлично и подойдет конечно же на какую-то там раннюю осень или позднюю весну когда не холодно в общем для вот целей турции вполне себе ничего нашли место для кемпинга не было указано на карте была точка не рядом но там совершенно как сказать непригодные условия но можно там расположиться мы дошли чуть дальше тут какой-то такая поляна сюда видим приезжают люди на машинах турки они видимо знают эту полянку тоже сюда ведет дорога такая деревенская на наезженная соответственно отдыхают тут нам по выходным в общем вот такая история про палатку если какие-то у меня опыты будут дальше с ней расскажу следующем видео обзоры на наше другое оборудование не переключайтесь нашего канала